МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В какой-то мере жаль, что финал российского чемпионата состоит из нескольких матчей у каждой команды. Есть право на ошибку. Совсем другое дело в Евролиге. Вышел на паркет и на одном дыхании провел весь поединок. Либо пан, либо пропал. И, честно говоря, так хотелось повторения стамбульской битвы между УГМК и Надеждой, но правило есть правило. И в одну воду нельзя войти дважды. Итак, первая игра финальной серии до трех побед одной из сторон. У Надежды кадровые потери, и самое главное из них – отсутствие диванны Боннер. У Надежды не было трех основных игроков, и это обстоятельство, конечно, облегчило игру. Тем не менее, я доволен, как мы начали встречу. Нам удалось создать комфортный задел и держаться намеченной стратегией. Да и к тому же мы выбрали оптимальный состав, чтобы распределить все силы на финальную серию. 33-12 после первой четверти, 22-10 после второй. Такие показатели позволили хозяйкам чувствовать себя достаточно комфортно на паркете. И особо не беспокоиться за дальнейшую судьбу матча. Но у Надежды не было выбора, и подопечные Роберто Нигиса стали наверстывать упущенное. Несмотря на то, что у нас были тяжелейшие матчи с Курском, мне сегодня понравилась игра моих девушек, особенно молодых баскетболисток. Кроме того, мы одержали победы в третьем и четвертом временных отрезках и сумели вернуться в игру. Поверьте, это очень важно для таких матчей. Впрочем, возвращение не гарантирует взятие высоты. Надежда, попросту говоря, устала. А Лисицы аккуратно доиграли встречу и никому не позволили усомниться в том, кто правит бал на площадке. 87-67 в пользу УГМК. Встречаясь с Надеждой, как в премьер-леге, так и в евролеге в последнее время, мы ни разу не побеждали с разницей в 20 очков. А Ветеринбург играет в вышеперечисленных турнирах одним и тем же составом. И в этом их главное преимущество. Мы планировали хорошо начать серию и выиграть первую встречу. У нас это получилось. Да, Оренбург не был в своем звездном составе, но те, кто вышел на паркет, бились и не сдавались. Ну а мы, в свою очередь, старались концентрироваться на игре от первой до последней минуты. И вот теперь готовы побеждать во втором поединке. Самыми результативными девушками матча стали представительницы хозяек. Альба Торренс 18 очков и 6 передач у Даяны Таурази 16 баллов. В составе гостей лучшие показатели у Варвары Псаревой и Анастасии Шиловой 15 и 13 очков соответственно. На следующий день, в то же время и в том же месяце, соперницы продолжили выяснение баскетбольных отношений. К счастью надежды следует заметить, что несмотря на, так сказать, усеченный состав, команда все-таки сумела в дебюте навязать свою игру чемпионкам Евролиги. 14-19 после первой четверти, но не более того. Оранжевую дружину Олафа Ланге уже невозможно остановить. У ГМК взвинтило темп, обозначило ритм и в очередной раз стало бросать, что называется, с походом. 20-11, 27-13 и 19-9. Вот так, начиная со второго игрового отрезка и до финальной сирены, шла ко второй победе в серии команда у ГМК. В конечном итоге 80-52. Прежде всего, хочу выразить уважение маэстро Иньигису. Он уже который раз нацелил своих игроков на борьбу с нашей командой. Второй день подряд одним и тем же составом. Просто невероятно. Хотя при всем при этом, сегодня разница в счете больше, чем вчера, плюс 28. Мы ведем в серии 2-0 и отправляемся в Оренбург, чтобы побеждать. Мне кажется, это была интересная игра для зрителей, потому что, несмотря на счет, реально две команды не сдавались, играли, забивали. Были очень красивые моменты, очень красивые броски. Мы хорошо подошли к этой игре, к финальной серии. Мы готовились и, в принципе, так как и вчера, и сегодня дали бой. Выиграв уверенно. Ну а что же надежда? Пока лишь размышления о прошедшем и непростые думы о том, каким образом против лисиц сыграть в Оренбурге. До большого перерыва нам еще что-то удавалось. А вот во второй половине мы стали пропускать в защите и редко попадать в кольцо. Во всем чувствовалась усталость. Тем не менее, баскетболистки продолжали биться, и я ими доволен. Хочу также поздравить команду УГНК. Она сегодня играла великолепно. Впереди матча в Оренбурге не исключено, что там серия может завершиться. А мы тем временем констатируем, что самые результативные снова в составе УГНК. Таурасе 28 очков, в том числе 6 дальних попаданий в кольцо. Ну и Санчо Литл 15 плюс 13. Браво, девушки! У Надежды по 10 баллов своей команде принесли Варвара Псарева и Анна Круз. Сюрпризов в финальной серии так и не случилось. В Оренбурге Надежда в третий раз пыталась повернуть события вспять. Но УГНК своей игрой доказал, что по праву является самым лучшим клубом России. Десятый раз вообще и восьмой подряд. А в уже прошедшем чемпионате страны подопечные Олафа Ланге показали стопроцентный результат, выиграв все 29 матчей, из которых 22 в регулярке и 7 в плей-офф. Эти цифры не требуют какого-либо комментария. Не забывается такое никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»